Олимпийский спецпоезд на пятую платформу станции Орел прибыл с опережением графика в две минуты. Внимание, внимание, внимание! На перрон станции Орел прибыл Олимпийский огонь! На перроне хранителей огня встречали глава региона и сити-менеджер. Внизу на привокзальной площади собралось около тысячи горожан. Прежде чем попасть в Орел, лампада с пламенем побывала в космосе и на дне Байкала. Позади 60 городов России. Мы много дней готовились к этому замечательному празднику. А то, что это праздник для нас, для всех, для всей Орловщины, это точно. Я сегодня хочу от души поздравить вас с этим праздником, с прибытием эстафеты Олимпийского огня на нашу благодатную Орловскую землю. От лампады, привезенной в поезде, зажгли первый Орловский Олимпийский факел. Честь пронести его первые 250 метров по Орлу выпала нашему земляку, представителю старейшей династии железнодорожников Виктору Будовскому. Орловская область официально приняла Олимпийский огонь! Игры, которые мы заслужили вместе с тобой! За день до начала эстафеты Оргкомитет заявил, что чиновников среди факелоносцев нет. Представители власти на дистанции встречались, однако право пробежать с факелом они заслужили, никак не сидя в кресле. Четверть километра по Герсонскому мосту нес факел депутат облсовета Олег Кошелев, который одновременно еще и президент Орловской областной федерации карате. Дистанция этой эстафеты менялась трижды и с последней заявленной в 28,5 километров так и не совпало. Общая протяженность Орловского маршрута составила 26 километров и 350 метров. Список фактических участников от заявленного тоже отличался. Бежать должны были 145 человек, на деле же огонь по Орлу пронесли 125 факелоносцев. В их числе были и спортсмены из южных регионов страны, где дистанцию в связи с повышенной террористической опасностью сократили. Эстафета пошла удачно, достаточно много народа вышло. Хочу поблагодарить их всех, охотно на улице минусы, но они учили нас поддержать. Большая честь одеть эту форму, держать этот факел. В духе эстафеты общероссийской олимпийский факел в Орле погас. Видео, снятое зрителями в интернете, появилось почти сразу же после казуса. Впрочем, ажиотажа в интернет-сообществе новость не вызвало. Ну и что? Должно было случиться. Вот если бы он не погас, вот это была бы новость. За эстафетой Олимпийского огня на улицах города наблюдали более 130 тысяч человек. Ни холод, ни отсутствие возможности быстро добраться домой настроение большинству из них не испортили. Не проблема. Ну, все-таки праздник, понимаем. Вот такой настрой хороший, патриотически настроенный. Замерзли настроение праздничное. Очень замерзли. Ну, очень здорово, очень весело. Давно стоим, ждем, уже гоняемся по всему городу в разных точках. Эстафета Олимпийского огня была в самом разгаре, когда на главной площади города начался праздничный концерт. Действо собрало около 20 тысяч жителей. Огонь на площадь везли на бобслейных санях, а почетным правом зажечь Олимпийскую чашу удостоили Валентину Тихомирову, которая первоначально прочили на роль встречающей огонь на вокзале. Участница двух Олимпийских игр и чемпионка мира по легкой атлетике, она уже зажигала чашу в далеком 80-м. Помогал именитой спортсменке глава региона. Я очень горда тем, что мне, вот в моем возрасте, я все-таки уже солидный человек, а вспомнила молодость, и мне прибавилось еще много лет жизни. Из Орла Олимпийский огонь отправился в Брянск. Перед тем, как зажечь Олимпийскую чашу в Сочи, ему предстоит еще побывать в 20 городах России. Перед тем, как зажечь Олимпийскую чашу в Сочи, ему предстоит еще побывать в 20 городах России.